Творческие осетины приехали в город на семи ветрах. Труппа Юго-Осетинского театра имени Коста Хитагурова выступила на сцене драматического театра. Пьеса посвящена выдающемуся поэту, в честь которого и назван Осетинский храм Мельпомены. Литературно-музыкальная постановка впервые была представлена на Юго-Осетинской сцене в конце 2019 года. Всю боль осетинского народа он там описал в этой книге. Я советую вам его почитать. Он в нашем Велике Коста писал на русском. Призвание его было художник. Художник его даже в Ленинградском художественном училище он окончил это. Почетным студентом он был. Ульяновский проходит Дни Осетинской культуры. На лучших городских сценах артисты представляют колоритные национальные концерты и театральные постановки. Так случилось, что сегодня Дни Осетинской культуры в Ульяновской области. И как раз то, что вы сказали, буквально в 200 метрах от нас будет большой концерт ансамбля «Симп». И вот то, что вы сказали, и музыка, и танцы, и осетинские пироги, и свобода, и самое главное – любовь. Министр культуры Южной Осетии планирует и дальше дружить с Ульяновской областью. Осетинский народ де-факто является частью культурного пространства Российской Федерации. Наша республика, несмотря на то, что является независимым государством, активно вовлекается во все культурные проекты Российской Федерации. Скоро и ульяновцы блеснут на осетинской сцене. Государственный ансамбль песни и танца «Волга» уже готовится поразить публику яркими номерами. Предстоят и обменные гастроли с драматическим театром. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.